Привет! С вами Артемий Леонов, главный редактор XYZ, а смонтировали выпуск Даша Кравчук и Игорь Максимов. Как-то раз руководитель разработки Pathfinder Kingmaker Олег Шпильчевский признался мне в интервью, что как игроку ему хотелось бы добавить в свою RPG как можно больше нелинейности, но при этом как продюсер он понимал, что тратить на нее слишком много ресурсов нерационально, поэтому приходилось одной рукой что-то отрезать, а другой добавлять. У нас существует понятие «кост на фан». Мы смотрим на затраченные усилия в Человека-часах и на то, какой фан это привнесет в игру. Так, это стоит неделю и добавляет в игру вот это. Хорошо, давай попытаемся впихнуть. А бывает так, что идея в принципе интересная, но над ней работать месяц, а ее заметит полтора процента человек. Наверное, не стоит. Природа разветвления такова, что каждое принятое игроком решение увеличивает количество вариаций многократно. Чаще всего игры проходят только по одному разу, поэтому если увлечься нелинейностью, большая часть контента не доберется до игрока. Попросить сценариста написать сотню вариантов разных реплик для диалога можно, текст — это недорого. Но если диалоги будут озвучивать, то о таком подходе придется забыть. Предположим, у меня в игре 6 доступных фракций. Значит, мне нужны 6 актеров озвучки и 6 актрис. И предположим, что с каждым из этих персонажей может произойти 100 событий, и у каждого события 10 вариантов развития. При таком подходе счет уникальных реплик быстро перейдет на десятки тысяч. Если в игре нужно выбирать из одинаковых вариантов ответа вроде «Хорошо», «Так и быть, я тебе помогу» и «Будет сделано», то, скорее всего, диалоги в ней озвучены. Просто у NPC-собеседника заготовлен только один ответ — записать несколько было бы слишком дорого. А если речь идет не только о фразах в диалогах, но и о более глобальных изменениях в сюжете, то цена нелинейности возрастает до небес. Игры, над которыми я работаю, не состоят исключительно из текста. Как только в дело вступает арт, анимация и так далее, возможность постоянно разветвлять историю в духе книжек, выбери свое приключение — у тебя немедленно пропадает. А прежде чем мы вернемся к проблемам вариативности, вот вам совет. Не трубите о нелинейности, если ее в игре не так уж и много. Игры Telltale и Life is Strange не получили бы и доли той критики от игроков, если бы ненавязчивые надписи вроде «Он это запомнит» и «Все ваши решения окажут влияние на сюжет». Никто не расстроится, если вы сделаете адвенчуру, в которой решения игрока ни на что не влияют. Главное, не выдавайте ее за то, чем она не является. Итак, Олег Шпильчевский предлагает не тратить ресурсы на то, что увидят 1,5% человек. Это звучит логично. Но почему разработчики игр любых жанров и бюджетов все равно стремятся хотя бы к какой-то вариативности? И почему прагматичная Electronic Arts отменяет игру по Звездным Войнам от создателей Dead Space якобы из-за того, что она была слишком линейной? Дело в том, что игрокам нравится ощущать влияние, которое они оказывают на судьбу мира или героев. Игрок хочет влиять на мир и на происходящее в сюжете. Многие игры пытаются найти способ действительно отдать эту власть в руки игроку, но на самом деле мы не можем себе позволить делать это в значительном масштабе, при этом сохраняя связанную историю. Разрабатывать целые локации, миссии, персонажей, которых большая часть игроков никогда не увидят, ведь они пошли по другой сюжетной ветке, это чересчур дорого. Пробежаться по сюжетным рельсам в окружении красивой декорации бывает приятно, а чисто геймплейные моменты это тоже повествование, но в таком случае пересказ основной истории у каждого игрока будет звучать одинаково. Человеку нужно давать возможность выбирать даже какие-то, казалось бы, бессмысленные вещи. Если у него отобрать возможность выбирать, ему покажется, что его лишили какого-то важного измерения. Вот мы жили в 3D пространстве и вдруг выключили глубину и оно превратилось в 2D. Нет-нет, я не хочу в таком мире жить. Получается парадокс. Игрокам необходим контент, которого они не увидят. Но обязательно ли этот невидимый контент должен существовать? Ведь можно ограничиться его иллюзией и сэкономить на этом кучу ресурсов. Для игрока же не будет разницы, ведут его решения к разным последствиям или к одному и тому же. Главное добиться того, чтобы последствия логично вытекала из его решений и убедить его в том, что он якобы на что-то повлиял. Это иллюзия выбора, один из самых популярных повествовательных приемов в играх. Конечно, в большинстве игр разработчики стараются вызвать у игрока чувство того, что именно он влияет на происходящее. И тут в дело вступает иллюзия выбора. Во многих играх решения, которые влияют на сюжет, рано или поздно сводятся к одному и тому же результату, чтобы команде не пришлось делать 2, 4 или 8 разных игр. Этот подход называют методом алмаза или цепи. Вот так выглядит настоящая нелинейность. А так алмаз. История начинается в пункте А и рано или поздно придет в пункт Е, что бы ни делал игрок. Да, разработчикам все еще нужно создавать контент для Б, С и Д, но по достижении Е игра все равно вернется на сюжетные рельсы. Если все сделать правильно, игрок даже не заметит, что ничего глобально не поменял. Вот вам еще совет, прежде чем перейдем к проблеме приема иллюзии. В Mass Effect вам нужно принять одно очень масштабное политическое решение. Спасти совет или бросьте его погибать. Если спасти совет, игрок решит, что его решение изменило чуть ли не весь остальной сюжет. А вот если совет погибнет, то его заменит новый совет, набор из почти таких же персонажей со слегка измененными моделями и репликами. И все продолжится в том же духе. Очевидно, у BioWare не было ресурсов для того, чтобы повести историю двумя разными путями. Но тогда зачем вообще такое разделение? Не лучше ли создать маленький, недорогой в производстве нелинейный квест, в котором, например, привязать игрока к NPC, заставить переживать за них, чтобы потом он мучился моральным выбором, который определит их судьбу? Сделайте этот выбор важным для игрока с точки зрения эмоций. Это, скорее всего, окажет куда более сильный эффект. Иллюзию повсеместно используют в играх. Но с этим методом связаны три серьезных проблемы. Первое. Это трудно сделать незаметно. Когда такой прием повторяется раз за разом, он становится все заметней, и тут не поможет даже искусственная маскировка. И если, например, какой-нибудь RPG это простят, то чисто повествовательным играм уже вряд ли. Другая опасность. Реплики покажутся недостаточно разнообразными, как в примере из Fallout 4. За несколько лет злоупотребления методом алмаза игры от Telltale Games, некогда любимые критиками, растеряли репутацию. Студия закрылась, а их игры теперь приводят в качестве примера плохого повествования. Я был полностью захвачен сюжетом первого сезона Walking Dead. Первое прохождение этой игры было одним из самых запоминающихся опытов в моей игровой карьере. Но с первых минут второго сезона я уже отчетливо видел, где история склеена скотчем. Если кто-то из персонажей мог погибнуть, я знал, что он уже никогда не сможет играть в сюжете ключевые роли. Создание настолько вариативного сюжета было бы слишком дорогим. Скорее всего, позже этот персонаж все равно умрет, чтобы логично объяснить будущее отсутствие этой вариативности. Поэтому, принимая решение пожертвовать чем-то ради его спасения, я не испытывал особого эмоционального отклика. Я знал, что мой выбор не имеет значения. Любой поворот сюжета в итоге все равно возвращался в заранее проложенное русло. Второе. Это воспринимается как обман. Многие знают, что вероятность попадания в XCOM рассчитывается неправильно, а Dead Cells всячески жульничает, помогая игроку в бою. Но на это все почти никто не жалуется. Понятно, что все это ради игрока, и заметить такой обман непросто. А вот вездесущая иллюзия выбора действительно раздражает. Конечно, технически это тоже ради игрока, чтобы вызвать у него эмоции минимальными средствами, сэкономить ресурсы и пустить их на что-то другое. Но психологически воспринимается как обман. Структура игры не может ветвиться, ветвиться и ветвиться. При таком подходе игра не дойдет до релиза, и вас все возненавидят. Мы используем метод цепи. Разветвление, потом еще одно, а затем все ветки сходятся в одной точке. Многие на это жалуются, и это резонная претензия. Я пошел по другому пути, но в итоге оказался там же, где и мой друг. То есть я не получил настоящего нелинейного опыта. Третье. Это лишает мир глубины. Обидой на обман дело не ограничивается. Отсутствие или наличие невидимого контента влияет и на то, как игрок воспринимает мир в ходе игрового процесса. Например, многие решения в третьем Ведьмаке приводят к реальным, а не мнимым последствиям, и таким образом делают игру глубже. И это одна из причин ее культового статуса. Многие ли из вас переиграли историю Кровавого Барона в Ведьмаке, чтобы как-то иначе ее повернуть? Но из-за того, что этот момент существует в этой вселенной, она приобретает некое важное качество. Если бы во вселенной Ведьмака этого качества не было, она была бы немного хуже. Мне нравится работать во вселенной, в которой есть такая вещь. Я чувствую, что она живая, настоящая. Запах этой настоящести влечет меня к этой вселенной, как феромоны. Этот метод придумал писатель фэнтези Брэндон Сандерсон. Если вы не хотите продумывать до мелочей мир вашей книги, продумайте хотя бы одну деталь досконально и расскажите о ней на первых страницах. Читатель неосознанно предположит, что вы настолько же старательно продумали и все остальное в вашем мире и будет читать дальше с другим настроем. Метод снежка применимый к нелинейности в видеоиграх. Например, по такому принципу работает один из первых квестов в Assassin's Creed Odyssey. Жители деревни, якобы зараженных жуткой лихорадкой, хотят казнить, чтобы болезнь не распространялась по острову. И если убить стражников и отпустить больных, через некоторое время остров поглотит лихорадкой. Подобных выборов с последствиями в остальной игре очень мало, но зато одно из первых заданий заставляет игрока относиться ответственнее к своим решениям. А разнос по времени выбора и результата заставляет его думать о потенциальных последствиях нового квеста даже после того, как он завершился. Как быть? Если игру, полагающуюся исключительно на алмазы, вам делать не хочется, то есть несколько вариантов. Во-первых, можно все-таки создать действительно нелинейную игру. Половину видео я рассказывал, насколько это нерационально, но удачные примеры все же существуют. Detroit Become Human есть полноценная линия чуть ли не на каждое ваше решение. А RPG Age of Decadence нет смысла проходить всего один раз. Настолько многое там меняется от вашей предыстории, прокачки и решений по ходу прохождения. Вот только у Detroit был огромный бюджет, а у короткой Age of Decadence 11 лет на разработку. Если есть такие ресурсы, то почему бы и нет? Еще можно не пытаться никого обмануть и сделать игру без ветвящегося сюжета. В этом нет ничего плохого. Многие фильмы меня эмоционально трогают, и при этом они абсолютно линейны. Некоторые считают, будто линейность это что-то плохое, но для меня все как раз таки наоборот. Должно существовать и то, и другое. Не в каждой игре должен быть открытый мир. И слово линейный не должно восприниматься негативно. Каждой игре подходит что-то свое. Я понимаю, что в прохождении несколькими способами есть что-то очень крутое. Такие игры должны существовать. Но я вижу проблему в том, что многие превозносят их и считают, что именно так нужно делать игры. И меня это волнует. Николай Дыбовский и вовсе предполагает, что всеобщая одержимость нелинейностью может быть пережитком прошлого. В 90-е игры решали очень важную задачу. Стать такими же, как жизнь. Сейчас это кажется диким, потому что игры уже представляют собой самодостаточную реальность. А тогда это было очень важно. Жизнь нелинейна, и поэтому у нас в играх тоже должно быть много разных вариантов. Потому что жизнь же такая. Dragon Age Origins начинается с уникального пролога для каждой расы. Но очень быстро пути всех персонажей складываются в один. И дальнейшее прохождение одинаково вне зависимости от предыстории. Но при помощи умелой работы с мелочами, BioWare дают игроку понять, что мир игры не забыл о его происхождении. Например, встреченный NPC, который для другого героя был бы очередным незнакомцем, для вашего персонажа старый товарищ из пролога. Из дополнительной работы надо написать всего несколько новых фраз для NPC. И такие отсылки называют кивками. Два самых сильных момента Mass Effect 3, на мой взгляд, это именно кивки. Один из них — это стихотворение «Синяя роза» и «Лума». Второе реализован при помощи двух реплик, которыми Гарус и Шепард обмениваются в случае смерти Мордина. Если кто-то спросит меня, что мне запомнилось больше всего в трилогии Mass Effect, я расскажу про эти два крохотных момента. Пусть напарник в диалоге вспомнит какой-нибудь пройденный много часов назад необязательный квест. Или встречные волшебники будут в курсе того, что именно вас выбрали главой гильдии магов. И в конце концов, пускай герой находит в ящиках стола какие-нибудь письма, где упоминаются его решения. Мы разобрали, зачем нужен ветвящийся сюжет, а еще предложили пачку решений, которые гораздо выгоднее полноценной нелинейности по затратам, но создают ощущение влияния ничуть не хуже, чем очередной алмаз. Если вы вдруг встречали другие решения, то напишите об этом в комментариях или просто вспомните игры, которые грамотно обращаются с нелинейностью. Пополнить библиотеку примеров — это никогда не лишнее. А также переходите по ссылкам в описании в наш паблик или телеграм-канал, там выходят оригинальные тексты по геймдеву и кино. Кроме того, мы делаем курсы по геймдеву, в том числе бесплатные. Все подробности также в описании. А с вами была команда XYZ. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok